здравствуйте друзья в нескольких частях этого мастер-класса я вам расскажу о технологии создания барельефа розы на отдельном планшете в начале мною был сделан эскиз на бумаге в масштабе где я нашла форму и пластику линий барельефа далее я сфотографировала этот эскиз на фотоаппарат и обрезала его в программе photoshop открываем фотографию эскиза в программе затем в левом меню выбираем инструмент рамка и отрезаем рисунок по размеру все эскиз готов сохраняем его в таком виде на компьютере файл эскиза теперь должен выглядеть вот таким образом далее открываем программу coral draw и переносим туда готовый эскиз вот так теперь необходимо рисунок эскиза перевести в векторную графику для этого мы зададим толщину и цвет линии я выбираю красный контрастный цвет далее в левом меню программы я выбираю инструмент перо и начинаю вводить линии рисунка затем каждую проведенную линию я поправляю и удаляю лишние точки и так по всем контурам эскиза для чего я перевожу эскиз в векторную графику когда рисунок переведен в вектор я могу его качественно распечатать в любом размере в нем я еще раз уточняю пластику линий и не торопясь обдумываю будущие объемы по моему работа в программах значительно сокращает время создания художественного произведения и в разы увеличивает качество исполнения поэтому если вы до сих пор не владеете программами то настоятельно рекомендую начать их изучать и использовать в работе в этом мастер-классе я вас конечно не научу работать в корал дро но дам вам так сказать затравочку и покажу маленькую часть того что я делаю в этой программе ну вот пока я вам рассказывал для чего переводила эскиз вектор файл был сделан осталось его только сохранить на компьютере и распечатать убираем фото эскиза в сторону вставляем обведенный контур в прямоугольник по размеру в открывшемся меню нажимаем сгруппировать чтобы отдельные детали рисунка не сдвинулись и не исказились далее необходимо рисунок привести в натуральную величину для этого в верхнем меню в этих окнах пишем размер в миллиметрах и нажимаем enter в этот момент надо следить за тем чтобы кнопка непропорциональный коэффициент масштаба была отжата тогда рисунок поменяет свои размеры пропорционально вот так все эскиз натуральную величину готов и печать этого файла можно сделать двумя способами в печатном салоне где предлагают широкоформатную печать на обычной бумаге и самостоятельно на принтере на листах формата а4 я буду печатать на своем принтере для этого берем рисунок устанавливаем его на лист верхним левым углом вот так и нажимаем в меню печать во всплывающем окне мы видим что есть какая то проблема рисунок не влезает на лист бумаги а4 что делать идем на страницу просмотр поправляем рисунок точно по листу затем нажимаем вот на эту кнопку печать по частям наш эскиз разложился на большое количество листов формата а4 далее отправляем файл на печать в итоге эскиз получился на такой пачке листов и в следующей части видео я вам расскажу как его склеить а а а Продолжение следует...